Вот это я понимаю, директор. Как он вообще до этого додумался? А когда я начал напоминать об исполнении майских указов и о том, что, возможно, кто-то нарушает закон, меня и вовсе обозвали человеком, ненавидящим Россию, и посоветовали мне увалить из страны. А теперь спросите, почему молодежь бежит из школы? Привет, друзья, меня зовут Павел. За последние несколько лет в чем меня только не обвиняли? Предательство Родины, разрушение скреп, оскорбление чувств всех. В Твиттере кто-то даже в трансфобии обвинил. Здорово, профессионально угнетаю всех и каждого на Ютубе уже три года. Но если в комментариях начинают кричать о подтасовке фактов, можно не сомневаться. СМИ в очередной раз растрезвонили по всей стране о зарплате московских учителей. Это прям сезонная болезнь. После каждой, подчеркиваю, каждой подобной статьи или сюжета господа правдорубцы прямиком направляются вот на это мое видео. Так как это наиболее популярный ролик в российском Ютубе на данную тему. В 2020 году, несмотря на снижение прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве, уровень заработной платы педагогических работников сохранен. Средняя месячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98 тысяч рублей в месяц. А среднемесячная заработная плата учителей также сохранена. И к концу 2020 года составит 117 тысяч рублей, рассказал Молотков. Чего там? Кто там у нас мало получает? А вот вы, Павел, в своем ролике! Возвращаемся к нашему любимому тезису. Только в прошлом видео обсудили. Москва не равно вся Россия. В городе Алейске Алтайского края зарплаты учителей снизились более чем на 10 тысяч рублей, передает издание толк. Педагоги возмущены низкой ставкой 7 тысяч рублей. Кроме того, они не получают доплат за консультации и федеральную выплату за классное руководство. Об этом они написали в коллективном обращении в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева. Ой, но по телевизору не об этом говорили. Если вы не хотите получать зарплату учителей Алтайского края, советую обратить внимание на спонсора этого выпуска. Хотите сменить профессию, но не знаете, куда пойти? Ну, если вы преподаватель, то в бизнес, естественно. А что остальным-то делать? Хотите получать удовольствие от профессии, быть востребованным специалистом? Конечно, хотите! Тогда самое время узнать, что онлайн-университет Skillbox весь декабрь проводит бесплатную онлайн-конференцию по профессиям будущего. Дизайн, программирование, маркетинг, управление, разработка игр, кинопроизводство и творчество. Чтобы получить доступ к онлайн-занятиям, нужно пройти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Участие абсолютно бесплатное. Вы узнаете, как выбрать профессию в маркетинге в 2021 году, как стать Java или Python разработчиком, или же вовсе все о киноиндустрии, кем быть и как туда попасть. Вас ждут спикеры-практики из крупных компаний. Сбер, Яндекс, Алиэкспресс, Микрософт и другие. Мастер-классы, подарки от партнеров и полезные навыки. Но самое главное, вы сделаете первый шаг в новую, востребованную профессию. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь абсолютно бесплатно. Здравствуйте. Я работаю уже седьмой год учителем русского языка и литературы в городе Березники, Пермский край. В один год моя нагрузка составляла 48 уроков в неделю, в другой 44. При этом я работал на износ, а зарплата моя составляла всего лишь около 32 тысяч рублей в месяц. У меня полгода была нагрузка 32 часа или 29. Полгода. И в этот период, весьма непродолжительный, мне хотелось сделать с собой то, о чем нельзя говорить на ютубе. Если что, это шутка. Не про часы. Про желание. В тот момент мне уже ничего не хотелось. Времени не оставалось. Куда бы впихнуть саму... Я искренне не знаю, как учитель может нормально подготовиться к 40 урокам в неделю и при этом не сгореть эмоционально. Одна ставка учителя это 18 уроков в неделю. Остальное время может уходить на подготовку к ним и проверку разных работ. Вот и получается, что я, имея по 48 уроков, работал минимум на 2,5 ставки. А денег получал все еще меньше, чем должен получать хотя бы за одну. В данный момент я работаю в 12-й школе города Березники. Моя нагрузка составляет 39 уроков в неделю. И получаю за это уже совсем не смешные 22 тысячи рублей до вычета налогов. Выплачено 28 тысяч за 40 уроков. Хотя в настоящее время официальная средняя заработная плата в Пермском крае составляет 38 447 рублей. Сколько же еще я должен взять на себя работы, чтобы получать хотя бы приблизительные к этим суммам цифры? Путин не подписал в своих указах, мол, давайте учителей нагрузим на 36 часов в неделю, а то может и больше. Дадим им классное руководство, заведование музеем и еще какие-то работы. И только тогда они будут получать среднюю заработную плату по региону. Нет, думаю, смысл майских указов был немножко в другом. Не в этом. Не в том, чтобы нагрузить учителя. А самое главное, если учителя 40 часов, классное руководство, какой-нибудь там музей, отчеты, не дай бог семья, это вообще неприемлемо. Знаете, кто больше всех в такой ситуации страдает? Ну, кроме учителя. Ваши дети. Потому что просто невозможно подготовить интересный урок, проверить тетради, а еще и улыбаться в 32 зуба с такой нагрузкой. Рано или поздно уровень подготовки к занятию неизбежно просядет. И веселый квиточек с не менее забавной суммой 22 тысячи этому только поспособствует. Хотя, судя по тем комментариям, которые мне дала директор моей 12-й школы, она и многие местные чиновники понимают их по-своему. Во время беседы с директором мне было сказано, что все соответствует моей нагрузке, стажу и категории. А я просто слишком мало работаю. Мало работаю. Как там в одном из последних роликов было? Кринж. 39 уроков в неделю. Мало работает. Вот с такими ответами администрации у вас все еще остается вопрос, почему молодые педагоги уходят из школы? Моральная поддержка, эффективные менеджеры. Потом и вовсе была использована цитата Дмитрия Ведведева про учителей и бизнес. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Да, мы сами знали, куда шли. Но есть определенный финансовый порог, который государство гарантировало, вот сейчас просто подчеркну это слово, гарантировало обеспечить педагогам. Да, наивно отправляться в школу в провинции с надеждой получить миллион. Ну, хотя если не есть несколько лет, но на озвученные важными дядями суммы, может быть все же можно рассчитывать? Нет. А когда я начал напоминать об исполнении майских указов и о том, что, возможно, кто-то нарушает закон, меня и вовсе обозвали человеком, ненавидящим Россию и посоветовали мне валить из страны. Довольно грубое замечание, на мой взгляд. Как бы я не уважал администрацию комитета по вопросам образования нашего города, но и там мне отвечали исключительно отмашками на тему. Говорили, что я получаю маленькие деньги из-за различных коэффициентов, что у каждой школы эти коэффициенты разные, а майские указы я якобы трактую неверно. Эти 38 тысяч должны получаться средним арифметическим на каждую школу отдельно. Последние пару лет я отказывался брать много часов, работал исключительно на ставку, потому что понимал, что большая нагрузка, в моем случае, подчеркиваю, идет рука об руку со снижением моей эффективности как педагога. Если бы я работал в этой школе, то получал бы... У него 22 тысячи за 40 уроков, у меня было 18... 10 тысяч. Ребят, становитесь блогерами. Безумно порадовал ответ Министерство образования Пермского края. Никаких проблем и нарушений, конечно же, нет. Это просто учитель плохой. Вот оно что. Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации, заработная плата учителей должна зависеть в первую очередь от качества и результативности труда. Рекомендуемый размер стимулирующих выплат в общем объеме фонда оплаты труда должен составлять 30%. Основные направления выплат из стимулирующего фонда – проведение открытых уроков, подготовка учеников к конкурсам и олимпиадам, участие в проектах, конкурсах, конференциях. Считаем данные направления важными и правильными. К сожалению, у педагога, записавшего видео, нет результативности, которая позволяет увеличить размер заработной платы. Действительно, к сожалению, нет. Зато есть 39 уроков в неделю. И что-то мне подсказывает, у него такая нагрузка, потому что в школе тупо специалистов не хватает. На всякий случай, напомню, мы говорим о преподавателе русского языка. И с таким количеством уроков я даже не могу представить, сколько времени должна занимать проверка тетрадей. Но это приятные хлопоты. Хотелось бы узнать, в какое место запихнуть с такой нагрузкой конкурсы, конференции и проекты. Просто поделитесь опытом. Я глупенький. А еще очень интересно, как соотносится эффективность чиновника, написавшего этот ответ с его заработной платой. Второй вопрос. Если учитель такой плохой и неэффективный, вы куда ему 40 уроков надавали? Вы хотите, чтобы он всех школьников испортил? Ну, раз он работать не умеет и не заслуживает даже 30 тысяч рублей. Увы, ответ министерства порадовал далеко не всех. 39 уроков. Примерно 2 учительские ставки. 22 тысячи рублей до вычета НДФЛ. По словам Минобра, это 70%. Еще 30 плюсом он мог бы заработать за олимпиады, конкурсы, проекты и так далее. То есть, возможная зарплата 31 тысяча рублей до вычета НДФЛ. Вот он рецепт достойной зарплаты учителя. Едете в Березники, устраиваете школу номер 12, работаете на двух ставках, дополнительно готовите детей к олимпиадам, разрабатываете с ними проекты, проводите открытые уроки и будет у вас 27 тысяч 400 рублей на руки. Хотите больше? Можно третью ставку оформить или классное руководство за 4 тысячи 350 рублей чистыми. Просто похлопаю. Нет, все же воздержусь. К сожалению, новость о зарплате московских педагогов... Внимание, такие суммы в столице получают далеко не все. Облетело все новостные паблики. Еще бы. А вот у ролика Евгения Игоревича на данный момент 2,5 тысячи просмотров. Я, конечно, не ТикТок и даже не Береза. Кто не смотрел прошлое видео, много потерял. Но надеюсь, что вы поможете мне распространить важную информацию. Хватит уже прикрываться Москвой. Мы живем в России. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Ну и, конечно, не забывайте про кнопочку поделиться. А также подписка, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.